Итак, друзья, а сейчас мы посмотрим... Ну, наверное, этот поединок привлек очень много зрителей. Ну и вас, уважаемые телезрители, в том числе к экранам. И в синий угол сейчас выйдет боксер из Америки. Но самое главное, это его соперник. Один из самых главных людей, наверное, в этом шоу. Потому что большая часть, я заметил, очень много женщин присутствуют здесь, в зале, на трибунах. Пришли именно на него. Вот не на него, а на его соперника. Сейчас мы его увидим. Ну, многие уже знают и догадываются, кто же выйдет в ринг буквально через минуту. Ну, я честно вам скажу, вчера на взвешивании пообщался с Микки Рурком. И был очень впечатлен его физическим состоянием в 62 года. Правда, до конца еще никто не знает, сколько ему лет точно. То ли 58, то ли 62. 68 мне, он явно младше. 58 или 62. Да, там есть определенное расхождение в том, когда он родился. И, в общем, никто на 100% не может сказать, действительно ли ему 58 или 62. Ну, а он держит это в секрете. Многие как-то скептически относятся к этому, многие с улыбкой, вот к этому. Нет, ну это элемент шоу, друзья. Не будем забывать, ведь у нас вечер профессионального бокса. Вечер профессионального бокса очень часто называют шоу. 20 лет человек в ринг не выходил. Так вот, шоу должно присутствовать. Шоу маст гон, как говорил один великий человек. Ну, если бы Микки Рурк сам попросил, захотел бы, почему бы нет? Ну, и вот смотрите и слушайте. Да, эпатажная личность. Интересный человек, который прошел все, можно сказать, в своей жизни. И хорошие, нехорошие стороны. Много про него написано, много показано. Андрей сейчас сказал о разных сторонах. Я вспоминаю фразу Микки Рурка, которую он сказал, когда его пригласили на тренировку к молодым ребятам. Но это, правда, ребята были. Я сказал, ребят, одна неправильная девушка за один вечер может испортить вам всю жизнь. Да, это он испытал практически на своей шкуре. Он знает, что говорит. Но ведь его знают 20 лет, человек не выходил в ринг, да и провел-то он всего лишь несколько боев. Так его до сих пор знают, уважают. И он проводит семинары психологические с многими-многими спортсменами, с американцами. Вот именно с боксерами. Перед крупными поединками. То есть его мнение... Это значит, что человек искренне любит бокс. Это не поза, не пиар. Ну и еще одно дело говорит, выходить в ринг, я честно не представляю, как. Когда тебе уже за 60 и вот на равных правах соперник, правда, не самый сильный, 9 поражений, 1 победу, но все-таки... 29 лет соперник. Да, 2 раза моложе. Ну, через 15 лет я вам устрою профессиональный бокс. Вам как раз будет на тот момент. Надо дожить, дожить до туда. Посмотрим. Публика сейчас столпилась вокруг Мики Рурка, буквально все пытаются уплатить кусочек знаменитости. Ну, он человек не чесал, и все это он уже прошел, я имею в виду, это вот знаменитость. Его везде знают, во всем мире его узнают, и ему нет смысла в еще раз приезжать в Москву, допустим. Нет, но все равно интерес к нему огромный. Я даже вспоминаю пресс-конференцию, которая была вот во вторник, и вопросов к Мики Рурку было гораздо больше, чем к боксеру. Да. Посмотрите, посмотрите на эти ноги, друзья. Совсем недавно он был в Москве, и на пресс-конференции, на новой передаче, он, извините, пожалуйста, и выпивал алкоголь, и даже курил никотин. И вот сейчас он в ринге уже. Ну, он готовился. 16 с лишним килограммов сброшили. Учитывая его прошлое, может быть, ему только помогает. Да, 6 побед, 2 поражения у соперника, а до победы 9 поражений. Причем ни одного нокаута. То есть парень крепкий, будет терпеть. Ну, а об уважении здесь речь не идет, потому что это бокс, и каждый выходит драться за деньги. Кстати, вот на графике мы видим, что Мики Рурку ошибочно пишут на него два поражения. На самом деле, он здесь винич. Две ничьи, да, у него 8 боев, 6 побед, ни одного поражения. И его последний поединок завершился ничейным результатом. Причем сам Мики сказал, лучше бы это было поражение, нежели ничья. Бойцом 62 года. 62 года. Вы слышите реакцию из зала. Я не знаю, как у промоутера, у этого боксерского вечера, и у Андрея Рябинского, у его помощников родилась такая идея провести бой Мики Рурку в Москве. Насколько я понимаю, сам Мики... Он попросился. Он же считает себя другом, фанатом Проводникова. Он бывает на его всех боях, он приходит на тренировки в зал туда, к преди Роучер. Поэтому он сказал, что я буду вообще сопровождать все твои бои по всему миру. Ну и вот выдался такая оказия провести бой в Москве. Он предложил себя, почему бы и нет. А на самом деле катализатором этого стал поединок Руслана Проводникова с Тимоти Брэдли. Именно посмотрев этот бой, Рурк сказал, что настолько Руслан меня вдохновил своим выступлением, что я захотел снова драться. Но он, кстати, всегда говорил о том, что еще в 90-х годах, я помню, в конце 90-х, в начале 2000-х, что он всегда собирался выйти в ринг. И вот, наконец-то, мечта его сбылась. Он уже находится в ринге. Бой, которого публика, московская публика ждала с огромным нетерпением. Бой не титульный, бой не входит в расписание профессиональных поединков. Но вот организован здесь в Москве Микки Рурк выходит в ринг против молодого соперника. Ну, и о правилах можно сказать. Боксеры проведут 5 раундов по 2,5 минуты. Такой льготный, что ли, вариант, такой щадящий. Ну, еще бы. Я бы посоветовал вот любому человеку, вот там, ну, даже не 60-летнему, а перешагнувшему порог 40 лет и чувствующему себя, в общем-то, вполне нормально, вот выйти в ринг и побоксировать хотя бы 2 минуты. Да даже не нужно выходить в ринг, а прийти в зал. Да просто дома, да. Да просто дома выбрасывать руки в течение, там, 3-х минут, 2-х минут. Помолился. Заслуженный артист Соединенных Штатов Америки. Может быть, заслуженный мастер спорта. Ну, да. Итак, первый раунд. Давайте, очень интересно. Ну, вот это без разведки. Сразу, да. Микки пошел вперед. Поменял стойку на левшу, начинал с правшир. Да, сразу. Сейчас обратно в правшир. Опустил руки. Миша, Миша, Миша скандирует в зал. Значит, его признали полностью. Миша кричат с трибуны. Половина кричит, половина улыбается. А еще отметим российский флаг на поясе Микки Рурка. Да, с одной стороны, на левом боку. Вчера я спросил его, что с его рукой. Он сказал, что это травма. А, и на травму тоже. Что это травма, старая травма. У него была торван бицепс. Ну, вот как человек в эти годы еще с такой травмой выходит в ринг. Приглашает, как бы, он сейчас соперника. Ну, подходи и атакуй меня. Ну, и вот контратака. Показал левый, ударил справа. Ну, и что умеет? Да, безусловно. Посмотрим. Здесь еще вопрос выносливости. Как бы то ни было, пять раундов по две с половиной минуты, это все-таки дистанция. Я вас прошу, умоляю, это очень много. Я даже не знаю, я, мне 46 лет, если я выйду на такой бой, как я себя буду поведушить к последнему раунду. А нет, это уловка. Придуряется, придуряется. Вообще, мы очень много рассуждали на тему, что испытывает человек перед выходом в ринг. Ну, это сложно объяснить. Как будто ты идешь, вот, и все на грани жизни и смерти. И самые сильные, самые здоровые, уверенные в себе люди, которые ничего не боятся, с ними такое случалось подчас, что их просто было не узнать, как младенец маленький. Я, поэтому, ну, у тебя был опыт выхода в ринг 20 лет назад. Да, ну, ты артист, выходишь, но это совершенно другое. Один известный боец как-то сказал, причем он выходил в октагон, это боец ММА был, он сказал, когда ты выходишь, это целая комбинация ощущений, и большинство из них неприятные на самом деле. Да? Кричат, давай драться, что пришли-то? Сделаем скидку на возраст. Конечно. Первый раунд. Таркет представляет новое поколение напольных покрытий. Арт-винил. Креативный пол. Гипсо-стружечная плита – это универсальный материал для вашего дома. Прочный, экологичный, огнестойкий, шумоизолирующий. ГСП отвечает за все в вашем доме. Профессиональный антифриз «Синтек». Допуски ведущих автопроизводителей. Номер один по поставкам на автозаводы. Лидер продаж. Антифриз «Синтек». Сердце твоего автомобиля. Вот какие люди у нас здесь в зале. Настя Волочкова. Итак, второй раунд, друзья. Подчас, когда мы находимся на прямом эфире, мне друзья пишут смс-сообщение, как бы кто-то с просьбой сказать про конкретного боксера, кто-то напомнить какую-то вещь из карьеры того или другого спортсмена. Ну, вот и бывает часто. На самом деле, сейчас я специально не выключу телефон, мне уже пришли несколько смс-ок от женщин. От знакомых, естественно, от друзей моих. Вот. В пользу случаем привет всем. Итак, смотрите. Ликирук провел неплохую атаку. Вот правую по туловищу. Нокдаун. И не уходит, хочет уходить. На самом деле, удар пропустил серьезный, но драться будет. Нужно добивать. Мне даже показалось, слегка открытой перчаткой был. Но ничего, удар теперь по печени. И по пятой точке. Да, по спине бить нельзя. Особенно после команды стоп. Ну, особенно, даже не по спине, а пониже немного. Ну, да. Все. Все, окончание. Прекращен. Не думаю, что это было изначально придумано. То есть, оба сработали по сценарию. Здесь сценария не бывает. Ну, и что же. Нужно обязательно отдать дань уважения такому человеку, заслуженному артисту с 90-х Америки. У которого сзади на поясе написано «Гуапа Семпре». Насколько я понимаю, что это вечный красавчик. Видимо, можно перевести. И такой был «Кик он в бот». Ну, наверное, Микки Руха можно записать в книгу рекордов Гиннеса. Правильно? Ну, неофициально все-таки. Потому что официальный рекорд принадлежит Дьюи Базели, который в 53 года дебютировал на профессиональном ринге. Провел всего один бой. Это, кстати, человек, который отсидел 26 лет в тюрьме по ложному обвинению. Ну вот, мы наблюдаем радость. Марвин Самодио сейчас поднимает его. Микки Рург сажает на шею себя. Вот так вот. Причем Микки Рург перенес несколько серьезных операций. И я знаю, что с позвоночником у него не в конце... А посмотрите на боксерке Микки Рурга. И даже я знаю, что федерация бокса США не выдали лицензию Микки Рургу, а именно получил он ее в России. Наверное, поэтому и согласился приехать. Что касается позвоночника, Марвин Самодио боксировал в категории 48 килограммов. Возможно, не будет большой ноши. Довольный счастливый Микки Рург. Довольный все, думаю. Это какая уже досрочная победа в сегодняшнем вечере у нас. Такой вечер нокаутом. Девятая вроде? Нет, и девятая, и восьмая. У нас было одно решение всего. Прошло 8 поединков, Девять поединков, а как будто они подлетели просто. Но настолько бои были интересные, но и вот этот поединок тоже украсил сегодняшний вечер. Так вот незаметно, незаметно, как-то боксерский вечер подошел к концу. Точнее подходит. Но я нисколько не удивлюсь, если Микки Рург будет секундировать Породникова или, по крайней мере, помогать ему в углу. А я не удивлюсь, если он еще раз увидит Морит. В ближайшем будущем, не сегодня. Я остаюсь непобежденным. Микки Рург и Марион! Придет время он на гражданство захочет российского. Потому что здесь его мечты сбылись в России. Чего он не мог получить в своей родной Америке. Все получается здесь, в России. Ну вот так мы посмотрели. Такой необычный бой. Но думаю, вам понравилось. Понравилось, наверное, что вы увидели. В любом случае сделаем скидку. Это шоу, друзья. У нас реклама. Садясь за руль, будь уверен в ноль промилле.